Доброго времени суток! Приветствую вас всех на моем канале! Давайте посмотрим, что в декабре ожидают знаки воздуха. Как у них будут складываться дела в общем декабре, в финансовой сфере, в сфере бизнеса, в деловой такой сфере, и в сфере отношений. Знаки воздуха у нас Весы, Водолеи и Близнецы. Итак, общее направление декабря. Если вы в чем-то, в своих каких-то действиях сомневаетесь, то вы в декабре разберетесь в себе, поймете, что вы хотите, поймете, что вам нужно, и соответствует ли этому то, чем вы занимаетесь. То есть вы заглянете глубоко внутрь своих дел. И если вы где-то еще вот было сомнение, были какие-то страхи, то уже они уйдут. И вы начнете, ну, может быть, даже где-то жестко пробивать себе дорогу к успеху в декабре. Это правда может быть и, знаете, как, как сказать, связано и с ситуациями, когда вы не очень много имеете опыта в каких-то делах. Но все равно вы начнете эту конкуренцию, начнете работу в этом направлении над собой, над своим и делом. То есть, хотя этот месяц, вот этот вот расклад на общее направление, все равно в данном случае он показывает, что очень много будет зависеть именно от вашей деловой сферы и финансы, и направление всего месяца будет именно вот в деловую направленную сферу. И для того, чтобы вам встать серьезно на ноги, решить какие-то свои вопросы, начать что-то новое, нужна будет помощь и поддержка близких. Это может быть и финансовая поддержка, а может быть, ну, просто моральная, когда в тебя верит, это тоже очень важно. Может быть, вы решите кому-то помогать, но, пожалуйста, будьте очень аккуратны, чтобы не начали вас использовать как донора для чего-то, для финансов тех же или донора для эмоций. Составляйте свои личные планы, свои проекты. Декабрь вам будет в этом способствовать в новом. Ничего не бойтесь, не бойтесь. Знаете, сейчас будет очень, может быть, много из новостей, из интернета идти какое-то вот давление, что все, конец света, и дальше жизни не будет. Нет, жизнь будет. Жизнь продолжается, она не останавливается. Поэтому все равно должны строиться какие-то новые проекты, что-то новое придумывать, и самое главное, не бояться к этому идти. Не надо бросаться сломя голову, а когда все продумано, взвешено, немного подождать, как говорится, сделать передышку, и тогда уже принимать окончательное решение, чтобы прийти к успеху. А оно будет успешным, хотя будет непросто. Придется приложить и много усилий для этого. Но оно все равно приведет к успеху. Все трудности можно будет преодолеть. Давайте посмотрим, как будет складываться финансовая сфера в это время для вас. Тоже говорит о том, что нужно будет очень много планов простраивать, продумывать. Если у вас уже есть какой-то опыт не совсем удачный в обращении с финансами, то взвесьте все, перепроверьте, распланируйте. То есть для вас в этом месяце очень важно будет распланирование всех ваших финансов, насколько это возможно, чтобы не повторить ошибки прошлого, чтобы не создать себе проблем. и, может быть, сделать какой-то задел финансовой, подушку безопасную на будущее. И какие-то нужно будет заключать, может быть, договоры. Может быть, даже с самим собой договориться о том, чтобы можно было создать финансовую подушку. Либо найти человека, который, может быть, вам даст дополнительную какую-то работу или возможность эту подушку создать. Но вот эта карта говорит, можно сказать, так, жадина, да, но это, конечно же, не жадина, а именно создание подушки безопасности на следующий год. Для знаков воздуха это будет немаловажно. Их периодически куда-нибудь шатает. Ну, вы должны всё хорошо продумать и в этом направлении жёстко и планомерно идти, не отходя ни на шаг от плана. Планы можно менять, но всё равно это должно быть именно нацелено основное на то, что вы где-то тратите что-то на жизнь, но и создаёте себе подушку безопасности. И тогда вы в финансовой сфере дальше уже сможете выйти на другой уровень. Вы будете себя спокойнее чувствовать и что-то уже новое продумывать, решать. И самое главное, выдерживать конкуренцию, которая нынешняя. Вот. А эта дама от нас что-то прячет. Главное, она говорит о том, что не стоит зависать в прошлом. В прошлых каких-то ситуациях, в прошлых событиях, в прошлых отношениях. Или надеяться на какой-то старый опыт. Что-то вот... Эти карты нам тоже говорили, что нужно продумать, взвесить, да, какие-то учесть ошибки прошлого. И вот тут тоже. Но постоянно в этом сидеть, в продумывании тоже не стоит. Проанализировали, сделали выводы и пошли дальше. А потом будете уже корректировать по ходу дела. А как у вас будут складываться дела в сфере бизнеса? Проектов каких-то в декабре месяце. В плане проекта вам нужно будет, скорее всего, очень жестко идти в выбранное направление. Неважно, бизнес это, проект, карьерный рост какой-то. Вы поставили перед собой цели, к этой цели нужно будет идти. Жестко. Но при этом все-таки довольно-таки мягко. Если надо, где-то чуть уступая, идя на какие-то компромиссы, договариваясь. И тогда вы можете получить тот результат, о котором давно думали и давно его ждали. Этот результат вам откроет в будущем очень много возможностей. То есть, если вы будете двигаться, развивать свой бизнес, двигаться по карьере, это вам в будущем откроет много возможностей, даст вам ту жизнь, о которой вы мечтали, и мечтали давно. Но вы ее сможете более или менее выстроить. Уже начнете в декабре это делать. Единственное, что очень важно, четко стоять на ногах. Не надо гнаться за несколькими предложениями, вариантами. Сначала одно отработали, потом другое, чтобы вас не шатало. А вы у нас, знайки, которые близнецы двое, весы двое, все время что-то взвешивают, где-то сомневаются, куда-то вас все время шатает. Вот чтобы этого у вас было по минимуму. Вы все время где-то в чем-то сомневаетесь, поэтому может вас в декабре, извините, такое за словечко, болтать. И тогда вот этот какой-то негативный этап, если он у вас был вот в это время, то он закончится. В любом случае этап, ну может быть, ноября, подойдет к концу. И для вас откроются новые перспективы в будущем. Вот новые возможности и новый этап в будущем, который вас будет радовать, доставлять удовольствие, а вы еще и благодаря этому сможете радовать и доставлять удовольствие другим. Так, ну а как в личной сфере будет складываться в воздушных знаках, посмотрим в декабре месяце. Вы попытаетесь в этом месяце чем-то рискнуть. Вы постараетесь убрать у себя страхи в отношениях со своим партнером или с противоположным полом, если еще нет у вас отношений. Если у вас до этого сдерживал какой-то, ну может быть, страх потери, может быть, реальный страх, да, своего партнера, есть же эти абьюзеры, причем не важно, женщина это или мужчина. А может быть, вы боялись, но явной причины не было. Вы с этим страхом, наконец, справитесь и как бы из него вырветесь, но потом начнете себя наказывать за это. ругать. Может быть, разорвете отношения с абьюзером и потом будете сами себя ругать, потому что вам этого не будет хватать. Поэтому будьте, пожалуйста, очень в этом плане аккуратны. А может быть, у вас будут отношения, которые будут требовать, чтобы вы чем-то пожертвовали из своей жизни. Может быть, эта карта говорит и о том, что пора пожертвовать этими отношениями, потому что постоянно, когда вас наказывают или вы сами себя ругаете, это надо прекратить. И, в принципе, вот эти две карты могут об этом полностью говорить. Тогда у вас откроется новый уровень жизни, когда появится ощущение, что вы все можете, вам все подвластно, вы на все имеете право на то, что вы хотите. Ну, в разумных пределах, конечно, да. Чтобы уж совсем ничего не снесло случайно. Но при этом вы почувствуете себя намного увереннее. Не важно, здесь женщина изображена, не важно, вы мужчина или женщина. Если вы позволяли, допустим, абьюзеру портить вашу жизнь, то настало время это менять, избавиться от этих отношений, начать новую жизнь. Чтобы прошлое вас больше не держало. Чтобы вы стали полностью свободными. Иначе ваши вот эти прежние отношения вас могут просто утопить. Когда вы больше не перейдете ту грань, когда вы настолько впадете в зависимости от этих отношений, что изменить вы ничего уже не сможете. Всегда можно вырваться, всегда. Но это будет гораздо, гораздо сложнее. Либо вы попытаетесь в отместку после вот этого опыта, может быть, не очень хорошего, попытаетесь доминировать над своим партнером. Ну, я думаю, что нет. Вы вполне возможно, ну, как по уже сложившейся традиции, до тех пор, пока вы из себя вот эту вот жертву вообще не изживете, вы будете искать похожих людей. Но если изживете, жизнь заплестает новым цветом для вас. Еще раз повторяю, неважно, мужчина вы или женщина. Желаю знаком воздуха, весам, водолеям и близнецам, настоящей любви, когда вы свободны, но любите успехов в бизнесе, финансах. Ну и просто счастья. Берегите себя, берегите своих близких. И до новых встреч. И до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...